Ваши доказательства о евклидовости пространства недостаточны, а следовательно являются постулатом. Вот это вот продолжает Дмитрий Шельвенидзе эту тему. Далее, думаю, что АТО еще преподнесет немаленький сюрприз. Дмитрий думает, что теория относительности преподнесет еще какой-то сюрприз. Он на это надеется. Ему кажется, что теория относительности что-то умное. То знаете, курицы голову оторвали, он говорит, курица преподнесет еще сюрприз. Она еще яичек нанесет, с петухом поговорит. Все нормально, цивилизацию куриц обоснуют, заложат. Ваши доказательства евклидовости пространства. Во-первых, доказательства трехмерности пространства. Называйте это евклидовостью как угодно. Смысл в чем? Если что-то экспериментально доказано, то это не является постулатом. Мы же не постулируем свойства пространства. Мы его трехмерность не постулируем никоим образом. Мы идем из обычных, всем понятных природных свойств. То, что имеется в природе. Вот мы берем плоскость. И на плоскости мы можем такой крест поставить. Две линии под прямым углом пересекаются. Вот это основание экспериментальное для определения свойств пространства. Две линии пересеклись. Раз и два. Третья вот так пересекалась. Мы под прямым углом отложили три мерности. Мы строго сказали, что такое мерность пространства. Это протяженность в каком-то направлении. Задана через прямой угол от другой протяженности. И вот здесь спорить на плоскости, что может какая-то погрешность, непогрешность. Это будет все относиться к инструменту. Сама же плоскость в пространстве может быть задана. Это будет идеальная плоскость. Без всякого листа бумаги, просто определяем плоскость. И она абсолютно идеальна, без погрешности. Делится на 90 градусов двумя пересекающими под прямым углом. Прямыми. Это вот экспериментальное доказательство. Это не постулата евклидовости пространства. Это просто обычный научный факт. Что наше пространство имеет такую форму. Что плоскость в пространстве делится строго двумя линиями через прямой угол на 4 нормальных таких прямых угла. Без вариантов. Это факт научный. Это не постулат. Поэтому, Дмитриевич Длинидзе, приносим извинения, но вы невменяемые претензии в себе несете. И вот, кстати, обратите внимание, вы не согласны постоянно с чем-то не согласны. С одним не согласны. Вам объясняют. Вторым не согласны. Третье. Вы прыгаете с вопроса на вопрос. Вам что-то где-то кажется, что вот оно вот что-то как-то неправильно. И, думаю, что оно еще преподнесет немаленький сюрприз. Вы верующие. Вот осмысленных каких-то форм вы не вносите озвученных. Вы веруете в ОТО. И обзываетесь. Вы думаете, что у нас какие-то постулаты. Вы видите постулаты там, где их нет. И видите перспективы там, где их нет. Это вот такая вот у вас научная точка зрения. Наивная точка зрения. Ни разу не слышал, чтобы вы внятно выразились на тему пространства. Проявляет физические свойства или нет. А если оно проявляет физические свойства, то по какой причине оно нематериально. Объект проявляет физические свойства. Он не вещественен, но материален по причине проявления свойств. Но у нас пространство это реальный объект, в котором мы находимся. Мы расположены в пространстве. Физические свойства. Мы знаем что-то про физические свойства пространства. Первое, что мы знаем. Вместительность. Мы можем вместить в пространство любой какой-то материальный объект. Сами мы вмещены, расположены в пространстве. То есть пространство нас вмещает. Само по себе пространство нематериально. Но вмещает в себя материальные объекты. У пространства есть протяженность. Мы можем разнести две руки в стороны. Протяженность получить. Свобода перемещения. Мы можем любой предмет в этом пространстве, независимо от формы пространства, перемещать. Это физические свойства. Свобода перемещения, объемность, протяженность. Вот что здесь может быть непонятного. Далее. Довод против притяжения о том, что на притяжении произошел бы коллапс, противоречит реальной картине. В реальности мы видим увеличение силы притяжения по мере приближения к массивному телу. Вплоть до соприкосновения с его поверхностью. Нам не важно, рождена эта сила с совокупностью отталкивания и притяжением. То есть, это тоже Дмитрий Шедвиницый продолжает писать. Он говорит, что в реальности мы видим увеличение силы притяжения. Вы откуда знаете увеличение, какой вы силы видите? Притяжение или приталкивание? Вот было два возможных варианта. Вот больной оказался в палате. И вот он на пинках запихали санитары или затащили изнутри в палату санитары, да? И он в палате. Откуда вы знаете, как это было? На притяжении, на затаскивании? Или на запихивании на пинках? Вы пишите. В реальности мы видим увеличение силы притяжения. То есть, вы не можете сосредоточиться. И дальнейшая ваша вот эта вот... Ой-ой-ой. Смысл в чем? На притяжении невозможно равновесие. Все, стыд, позор. Не хочу больше на ваши вопросы отвечать. Не пишите их больше. Ну и правда, не можете сосредоточиться. Далее. Миллианцев, миллианцев. Гравитация работает по принципу пылесоса. Эфир движется в планету со второй космической скоростью. Пятючек боится разбирать данную теорию. А я боюсь, боюсь, боюсь. Все теории разобраны. Вот все эфирные теории разобраны. Вот есть фильм Эфир. Там показано, что дискретный способ передачи воздействия не соответствует наблюдаемой картине мира. Неважно, издувается оно из пылесоса, всасывается оно в пылесос. Это все дискретная передача воздействия. Передача какими-то частичками. Образуется коллапс, образуется потеря передачи воздействия. В этой схеме она не соответствует действительному миру. Все. Далее. Если абсолютно прямая линейка длиной световых год изменит свое направление под действием большей массы, это будет считаться искривлением пространства? Вопрос. Именно погнется, а изменит направление. Не будет это считаться искривлением пространства. Вот неважно, сколько и как вы таскаете по пространству объекты, линейки, гнете их, перетаскиваете, меняете направление с пространством, ничего не происходит. Хоть затаскайтесь. Владимир С. В школе говорили, что корня из минус единицы нет. А на матфаке сказали, что есть и равен он плюс-минус и. Жаль, потерянное время 5 лет. Ну, 5 лет это матфак. Жаль, потерянное время на матфаке. Ну, вот действительно, человек отучился на математическом факультете и жалеет о потерянном времени. Вот это вот грусть-печаль. С вами был Виктор Катюшек, научный трибунал.